Рассказывать сказки профессионально учат хабаровских бабушек. Необычный социальный проект подготовила некоммерческая организация «Точка роста» совместно с детской библиотекой имени Наволочкина. На грантовые деньги авторы проекта намерены обучить хабаровских пенсионерок мастерству сказительницы. Зачем это нужно? Выясняла Анастасия Привецкая. 46 внуков и один правнук. 15 участниц проекта подсчитали, сколько на всех получается внуков. И, конечно же, все читали им сказки. Приходилось делать это и по работе. Ольга Цвигун, например, много лет отработала в детском саду. Но когда попала в проект, поняла, что опыта воспитателя для профессиональной рассказчицы недостаточно. Я там читала сама, как считала. Просто по интуиции, как чувствовала читать. А здесь уже грамотно научат. Тоже в жизни всегда пригодится. Сегодня первое занятие по психологии. Что делать, если ребенок отвлекся, роль сказки в его жизни и заинтересованность к рассказчику. Все это нужно знать, чтобы стать профессиональной бабушкой-сказительницей. Для ребенка важна просто речь, любовь. Когда родители или бабушки с дедушкой рассказывают, держат ребенка на руках, это до трех лет. Затем ребенок, конечно же, взрослеет, ему важны отношения. В сказках, конечно же, показаны отношения между людьми. За два месяца курса участницам расскажут о культуре сценической речи, научат выразительному чтению, посвятят в основы сказкотерапии и детской психологии. Благодаря этой работе участницы, в основном педагоги на пенсии, снова будут в деле. Вторым этапом станет практика в детских домах. Им как никому не хватает семейного общения и общения такого развивающего с доброй, мудрой бабушкой. Поэтому здесь мы, можно сказать, двух целей добиваемся. Во-первых, наши женщины почувствуют себя нужными, полезными. С другой стороны, и ребята получат, может быть, частичку бабушкиного тепла. Встречи с воспитанниками детских домов намечены на весну, когда бабушки уже будут во всеоружии. Помимо курсов по профессиональному чтению сказок, для них запланирован и цикл развивающих творческих встреч. Люди такого возраста, как мы, не должны лежать на диване, про свои болячки рассказывать. Вперед из песни. Жизнь прекрасна. После 60 лет жизнь только начинается. Анастасия Привецкая, Иван Юров, телеканал «Губерния».